Доброе утро, дорогие друзья! Доброе, добрейшее, веселейшее утро! Сейчас мы все подключим, все подключим, и сегодня проведем урок. Значит, проведем урок, очень хорошо, с Божьей помощью. Сейчас я подключаю Telegram, у вас есть пока возможность тоже зайти в Telegram, подключиться. Так, все, значит, подключаемся, подключаемся, все подключаемся к Telegram, значит, сейчас у нас будет трансляция видеочат, отлично, все, начать видеочат, так. Нет видео. Наверное, когда я начинаю в начале Facebook, а потом Telegram, я понял, тогда нет, хотя это на, в Telegram почему-то нет видео опять. Почему мне, непонятно, как же оно работает, так интересно. То нет видео, то есть видео, а? Кто мне подскажет? Ну, почему? Сейчас я отключил Telegram, перезагружаю. Ход и штофт. Извиняюсь, что мы сегодня долго раскачиваемся, но многие приходят на пару минут позже, так что ничего страшного. Все начинают тормозить, говорит Рома. Да, что же это они так все начинают тормозить? О, все, надо было перезагрузить Telegram, поделиться. Отлично, все, в Telegram есть у нас теперь и видео, и есть у нас и аудио. Значит, запись будет, пожалуйста, подключайтесь к Telegram. Глава, дол, дот, день. Сегодня мы заканчиваем главу шестой, седьмой, так как перед шабатом. И начать запись. Начать запись, все. Значит, мы в эфире и в Telegram, и в Facebook. Значит, Facebook очень сейчас сдает позиции. Значит, из Франкфурта всем шалом. Шалом всем из Франкфурта. Это все сегодня невероятно важная глава. Кто хочет вообще понять, как мир работает, вам сегодня повезло. Вам реально сегодня повезло. Нам сегодня повезло. Потому что сегодня мы узнаем очень невероятно важные законы, которые вообще, в принципе, если ты их знаешь и понимаешь, то у тебя совершенно по-другому вся картина мира складывается. Ну и жизнь, естественно. Значит, смотрите. Мы дошли до того, что Яков по приказу матери переоделся в Исава и получил благословение от отца Ицхака. Получил благословение. Значит, сейчас мы прочитаем это благословение и узнаем, что было дальше. Значит, сегодня, так как мы будем много читать, то я буду сразу же давать комментарий Малбима, который объясняет, что происходит. Иначе мы забудем. Значит, Ваэтен Леха говорит, вот сейчас текст благословения. Ваэтен Леха Аэллоим. И даст тебе всесильный. Всесильный, так как мы знаем, все силы в мироздании, которые, все законы в мироздании, они называются всесильные. Некоторые называют это вселенная. Да, говорят, вселенная тебе поможет. Это тоже как всесильный. Некоторые говорят природа, да. А Тева на иврите природа, это всесильный тоже. Но мы знаем, что это Бог. Что это Бог, творец мироздания, который создал мироздание. И он же им управляет. И даст тебе всесильный. Миталя Шамаем от росы небесной. У Мишмане Арыц и от жирности силы земли. Веров, доган, ветерош. И много урожая и винограда. Значит, урожай это пшеница и винограда. Здесь, в этом отрывке, вот представьте, одним прямо предложением полностью Ицхак передал своему сыну, которого он благословлял. Он благословлял, думал, что Исава, но он благословлял Якова. Он передал ему полностью этим отрывком богатства. Здесь есть три вида благословения в одном предложении. Значит, он ему говорит, пусть будет... От чего зависит благополучие, благосостояние земли? От урожая. Хлеб, ну это главное, с этого все начинается. Деньгами сыт не будешь, биткоины не поешь, не насытишься ты ни биткоинами, ни чем. То есть, тебе нужно все равно, в любом случае, чтобы жить, нужен урожай. Хлеб. И он ему говорит, что будет тебе идти, и с неба тебе будет идти роса и дождь. И земля жирная у тебя будет, которая дает урожай, если на нее опять же идет дождь. И будет у тебя много третьего урожая и винограда, потому что бывает, что и земля жирная, и дождь идет, а урожая нет. Это был советский анекдот такой, когда было в одном районе, собрались там колхозы, совхозы, собрания. И этот самый представитель собрания говорит, а почему колхоз, значит, октябрьский, у вас нет урожая? Он, представитель колхоза, говорит, но как, почему? Не было дождей. Он говорит, нет, 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 вокруг все колхозы, у них был урожай, значит, были дожди. Он говорит, ну у нас земля хуже. Он говорит, секундочку, во всех колхозах вокруг был урожай. Почему не было у вас урожая? Он говорит, ну если честно, забыли посадить. Вот, забыли посеять. Так вот, он ему дал тройное благословение, что будет у тебя и пшеница, и виноград, и, значит, земля хорошая, и дождь. Все у тебя будет. Это благословение было на богатство. Я в духа амим ваиштахавулиха алиумим. Он говорит, будут тебе служить народы, и поклоняться тебе будут леумим. Леум – это объединение людей, объединенных одной идеей. Религия – это идея, какая-то идея, да, это называется леум. Народ – это по национальному признаку, леум – по вере. Он говорит, будут тебе поклоняться все также народы, и будешь ты гвиром, будешь ты, гвир – это как бы хозяином, над твоим братом, и поклоняться тебе, сыновья твоей мамы. И тот, кто тебя проклянет, будет проклят, а тот, кто тебя благословит, будет благословлен. Это было благословение на власть и на славу, почет и власть. То есть, есть три как бы, три вещи, за которыми гоняются люди, да. Деньги – это финансовое благословение. Потом, когда деньги приходят, начинают гоняться за почетом. Почет – это признание. Как, почему? У меня есть деньги, а почему меня не признают? Я же на себя одену там дорогую одежду, самую красивую одежду, подстригусь. Все равно не признают. Я открою сейчас канал, как Рыбаков, Игорь Владимирович. Он был миллиардером в Форбсе, миллиард сто миллионов, да. И фондом благотворительным занимался. Все, думает, не-не-не, стану блогером. Не хватает мне, стану блогером. Потому что признанием не нужно. Но признание – признанием. А третья вещь, когда есть признание, когда есть деньги, тут тебя вызывают правительство и говорит, вы знаете, товарищ Игорь Владимирович, если вы сейчас не скажете так-то и так-то, будут проблемки у вас. Это власть. И он думает, блин, вот я для этого миллиард зарабатывал, для этого у меня миллионы подписчиков, чтобы меня сейчас вызывали какие-то люди в серых костюмчиках и с серыми глазами и говорили мне, что делать. Нет, пойду, значит, во власть. Понятно, да? Это три вот этих вот вещи, за которыми гоняются люди в материальном мире. И все эти три вещи, Ицкак дал на них благословение. И хотел он дать благословение именно Эйсаву, именно своему старшему сыну, которого интересовал только материальный мир. И он это делал умышленно, потому что его расчет был такой, что из-за того, что он даст материальное благословение только Эйсаву, а Яаков будет просто заниматься только духовной работой, как вот, ну вот сидеть будешь, Атраху, Читору, у него не будет ни материального благословения, ни почета, ни славы, ничего у него не будет получаться, кроме как духовное. Тогда Эйсав, он будет ему помогать, как Исахар из Вулун, он будет ему отдавать деньги, будет давать ему тздаку, будет его содержать, десятину ему будет отдавать, и получит, это будет для него тогда богатство благословения. Потому что, когда человек получает богатство и славу, и он не служит Всевышнему, то тогда для него богатство и слава это проклятие. Он начинает убивать, он начинает развратом заниматься, он начинает, ну, на ужасные вещи, деньги и слава, и власть, они его толкают, наоборот, на преступления, если он не духовный человек. И они становятся для него деньги проклятием. Но если он дает эти деньги на духовную работу, если он поддерживает духовных людей, тогда для него эти деньги, богатство и слава, становятся благословением. И это был расчет Ицхака, что Эйсав, который не проявлял никакого стремления к духовности, а даже наоборот, он продал свое первородство, он от него отказался, он сказал, я иду умирать, меня интересует только материальный мир, все равно, как любящий отец Ицхак, он хотел, чтобы оба сына получили благословение, и он вот так вот очень красиво придумал. Но, значит, ситуация изменилась, и он это благословение давал Якову, который был и духовный, и в то же время он получил материальное благословение. Теперь, значит, и было, когда закончил Ицхак благословлять Якова, и он только-только он вышел от папы, и Ицхак заходит с охоты, представьте. И сделал он тоже кушанья вкусные, и принес своему папе эти кушанья, и сказал он папе, встанет отец, покушает от моей добычи, и Тивархенина вшеха, что благословила тебя, меня, что благословила твоя душа. И сказал ему Ицхак, папа его, кто ты? И он говорит, я сын твой, первенец, Эйсав. И Ваихарад задрожал прямо Ицхак, Харада, он очень испугался, Ицхак, он не понял, что происходит, да? И он говорит, и сказал, кто же это был, который дал мне вот эту добычу, да, до этого, и я кушал из всего, что он кушал, и благословил я его. И тут он говорит вот эту вот фразу, которая очень важная во всем этом повествовании, Гам, Барух и Е, так будет он благословлен. Помните, какая была, в благословении была такая фраза, что благословляющего будет благословлен, а проклинающий будет проклят. И он, Ицхак, когда он вот эту вот, понял всю эту ситуацию, он подтвердил благословение, он понял, что это от Бога было, да, что не могло это быть не от Всевышнего. И он, значит, и он благословил, подтвердил это свое благословение. Когда услышал Исав, слова отца своего, закричал он, цаакаг дура. Он такой прям, ааа, закричал большой, большой, криком таким прям, и горьким, горьким криком, громким, очень, даже Тора подчеркивает, очень горьким, и очень громким, закричал он, и сказал папе, бархени гамма не ави, он говорит, благослови так же ты и меня, то есть, благослови меня тоже, что, в чем проблема? и сказал, и сказал ему отец Исхак, пришел брат твой, бы мирма обманом, и забрал благословение твое. Здесь, опять же, если без вот этого понимания, что благословение, как он мог его забрать, почему он не мог его второй раз дать, потому что, когда у Яакова уже было материальное благословение, то даже если бы он дал материальное благословение Эйсаву, то оно не было бы для него благословением, оно бы для него, наоборот, стало проклятием. У меня когда-то был на тренинге одна семья, и они, значит, прошли тренинг создатель игры, и оба они начали очень активно развиваться, муж и жена. Она открыла свою компанию, начала зарабатывать деньги, а он был на госслужбе, и он, как активно там развивались в то время, в общем, он как-то начал активно развиваться, там тоже есть возможность как-то получать деньги, но это было не как-то не очень правильным, наверное, путем, и он покупать, начал себе на эти деньги спортивные машины, мотоциклы, начал пить там, что-то употреблять и так далее, и, к сожалению, погиб. Ровно через год он погиб, потому что он, ему эти деньги были во зло, а ей эти деньги были в добро, потому что она создала очень прекрасный бизнес, очень такая, ну вот, очень сильно она потом развивалась. И мы видим, что, так как Ицкак знал, что Яаков, он занимается духовной работой, и если у него будут еще и деньги, он не будет нуждаться в Исаве, то Исаву нечего будет ему дать, да, а в жизни так устроено, что все очень равномерно, то есть вот этот вот процесс, когда ты получаешь и отдаешь, он должен быть уравновешен, если ты только получаешь и не отдаешь, тогда то, что ты получаешь, оно тебя раздавливает, уничтожает, то есть за все нужно платить, или расплачиваться, или платить, или расплачиваться. И вот, значит, сказал Ицкак тогда, он говорит, не получится, взял он твое благословение, и сказал, тогда Исав говорит, вот поэтому называется его имя Яков, что он меня обманул дважды, вначале он забрал мое первенство, а теперь забрал также мое благословение, и он говорит, что не осталось мне никакой брахи, он отцу говорит, не осталось мне никакого благословения, почему он сказал, что Яков обманул его дважды, я уже об этом говорил, но давайте еще раз подумаем, значит, вначале Исав, он был человек земли, его интересовал только этот мир, он не интересовался духовностью, Яков все время изучал Тору, молился, медитировал, из шатров не выходил, был такой лысый, и как вот, как Далай-Лама такой, Лявдель, но он был такой, вообще его не интересовал этот мир, и когда им было по 13 лет, Яков ему говорит, Исав, старший сын должен служить, приносить жертвы, он должен служить Богу, и продай мне первородство, зачем оно тебе, меня интересует духовность, тебя не интересует, тот говорит, забирай, за похлебку забирай, меня вообще духовность не интересует, теперь, значит, когда, меня интересуют только деньги, богатство, когда он пришел за благословением на деньги, на богатство, на власть и славу, оказывается, Яков и это забрал, и он тогда говорит, так ты меня дважды обманул, первый раз ты обманул, когда ты сказал, что тебе нужна только духовность, а теперь из вот этого, что ты забрал благословение на деньги, я вижу, что ты меня и тот раз обманул, то есть, этот раз доказал, что и первый раз был обман, понятно, да, но мы-то знаем, что Яков не хотел, ему не нужны были ни богатство, ни слава, ни деньги, ни власть, ему это все было не нужно, это сказала ему мама, а он слушался маму, все, почитание родителей, для него была очень важная заповедь, мама сказала, он сделал, Ваян Ицхак, и задумался Ицхак, да, задумался он, и сказал Исаву, я уже его сделал над тобой, Гвиром, ну, то есть, тот, кто будет властвовать над тобой, и всех братьев его, я отдал ему служение, в услужение, да, значит, и дал я ему уже, и пшеницу, и виноград, все я ему дал, что я тебе еще дам, то есть, уже получается, уже все это благословение, я ему все дал, уже как, как же быть в этой ситуации, да, он сказал, и сказал Исав папе, что, у тебя одна браха только есть, одно у тебя есть благословение, папа, Барахени Гаммани Ави, благослови так же и меня, папа, он ему говорит, хорошо, ты дал ему это благословение, дай мне тоже его же, и там разберемся, он очень тоже поступил умно, Исав, проявил настойчивость, в этой ситуации, и поднял Исав голос, и заплакал, и подумал Ицхак, задумался папа его, именно подчеркнуто, папа его, папа любит сыновей, папа в любом случае любит сыновей, и сказал ему, хорошо, от жира земли будет твое, значит, пропитание, то есть, он ему, ну, видите, он, когда сказал Якову, он сказал, Элоим всесильный, даст тебе от Мишмены Аретс, от жира земли, и так далее, то есть, он привязал благословение Якова, к выполнению заповедей, а Исаву, он сказал, что ты будешь богатым, в любом случае, то есть, он это не привязал, что бы ты ни делал, Исав будет богатым, мы видим, Америка, Европа, это все потомки Исава, Россия, это все потомки Исава, то есть, у них богатство идет от земли, из земли, и оно ничем не связано, оно просто идет, видите, это здесь написано, что оно не связано никак с поведением, то есть, Европа, Америка, Россия, это страны, в которых богатство в земле, и он ему говорит, будет у тебя богатство от жирности земли, и от росы небесной, которая будет идти на землю, орошение, я слышал, что, например, в Украина, чернозем, Россия, там куда-то какие-то совершенно, ну, невероятные запасы, вот земли, именно, сила земли, чернозем, мишмане арец, жир земли, и мечом своим будешь жить, и будешь ты воевать, мечом будешь забирать все, что тебе нужно, представьте, но брату ты будешь служить, но будет, когда он будет спускаться от служения Всевышнему, когда он будет, перестанет служить Всевышнему, не будет соблюдать заповеди, ты сбрасывать будешь его ермо со своей шеи, и, значит, мы видим, что так оно всегда и было, когда евреи служили Всевышнему, то, когда был храм царя Соломона, со всего мира приезжали цари, все приезжали, все было отлично, Израиль был, невероятная страна, в которой приносили жертвы за весь мир, было вообще идеально все, теперь, когда перестают служить Богу, перестают соблюдать заповеди, приходят, то на выходный царь, потом пришли римляне, римляне как раз, это потом Теесава, Рим основали прямые потом Теесава, и мы видим, что Рим, он как раз, очень интересный Рим, он, когда разрушен был Иерусалим, поднялся Рим, вот все вот эти римские колизеи, там все вот эти вот, самые большие достижения Рима, они начались после разрушения второго храма, представляете, это было удивительно, то есть они разрушили второй храм, за что разрушили, без причины, ненависть евреев друг к другу, и значит пошла подниматься римская цивилизация, и две тысячи лет поднималась, 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 и сейчас опять Израиль восстановился, Израиль расцветает, и мы видим, что с Божьей помощью мы уже приближаемся к моменту, когда, вы помните, когда родился Исаф, он вышел первый, и Яков держал его за пятку, и в конце времен, в конце времен, значит поднимается Яков, это очень интересно, «Воистом Исаф это Яков, и возненавидел Исаф Якова, за благословение, которым благословил его отец, и сказал Исаф в сердце, ничего, приблизиться скоро дни с Эвеля, о скорби по моему отцу, то есть отец умрет, и убью я Якова, брата моего». И сказали Ривке слова Исаава, сына ее большого, и позвала она Якова, сына маленького, младшего, и сказала ему, «Вот Исаф твой брат, он хочет тебя убить. А теперь, сынок, слушай мой голос, вставай и беги себе к Лавану, брату моему, в Харан, и ты просидишь с ним некоторое время, пока не стихнет гнев твоего брата». И пока не... Есть два типа гнева, есть гнев в сердце, хама называется, и есть гнев яркий, Афон называется, это гнев, который ярость, которая выражается. И она сказала, «Пока не стихнет гнев в сердце, и потом стихнет гнев вот этот открытый, и тогда забудет он то, что сделал ты ему, и я пошлю за тобой и заберу тебя оттуда». «Зачем мне потерять двоих вместе в один день?» У нее было пророчество, что они погибнут вместе в один день, и мы знаем, что действительно на похоронах Якова Падиба Исаф. Это очень было интересно. И тут прямо написано, что «Зачем мне вас терять в один день?» И сказала Ривка Ицкаку. Значит, но Ицкаку она не сказала всю эту историю. Очень тоже интересно, как здесь мы учим по ходу дела, мы учим, вот я видел несколько вопросов, а почему она не пошла, с ним не поговорила, с Ицкаком и так далее. Значит, мы видим, что не все вещи нужно говорить вот так вот, прямо в открытую. Например, по Торе запрещено говорить человеку лошонара. Лошонара – это вещи негативные, правдивые, которые могут человека обидеть. То есть, ну это же правда, говорят вот эти, те, которые любят критиковать. Это же, я же говорю правду, ну вот у тебя притч на носу, ну что здесь такого? Притч на носу, и выглядишь ты сегодня ужасно. Это же правда. Но эта правда никому не нужна вообще. Про притч на носу он и так знает, про выглядит, как он выглядит, это относительно, ты не видела, как он вчера выглядел, сегодня он намного лучше выглядит. Понятно, да? Поэтому она не пришла, не устроила искаку скандала, она ему сказала, что я, говорит, прямо у меня жизнь сокращается, очень мне это доставляет страдания дочери Хета, на которых женатый Сав. То есть, его невестки мои, она говорит вообще, у нас свекров такая, да, говорит, это просто жуть, они служат идолам, что это за невестки такие ужасные. И если возьмет Яаков жену себе из дочерей Хета, вот этих вот местных дочерей Хета, зачем мне жизнь, она сказала, вообще зачем мне жизнь с этими невестками, да? И позвал искак Яакова, благословил его и приказал ему, и сказал ему, не бери жену из дочерей Кнанских, встань и иди в Падана Рам, это между речи, в дом Птуэля, который папа твоей мамы, и возьми себе там оттуда жену из дочерей Лавана, брата, твоей мамы. И Бог благословит тебя и умножит тебя, и будешь ты целым народами, станешь ты народами. Да, двенадцать у него было сыновей у Яакова, и даст он тебе благословение Авраама, тебе и твоему потомству, унаследовать землю, на которой ты живешь. то есть землю Израилю он дал Яакову, которую дал всесильный Аврааму, то есть он передал благословение Авраама, он именно на землю передал Яакову. И значит, послал он Яакова, он пошел в Падан Рам, в это междуречье, в этот дом, значит, и увидел Исаф, что благословил Искак Яакова, и послал его в междуречье, и чтобы взял он оттуда жену, значит, и благословил он его. И услышал Яаков, послушался Яаков папу и маму, и пошел он в междуречье, и увидел Исаф, что плохие дочери Кнански в глазах Искака папа его, и пошел Исаф к Ишмаэлю, и взял дочку Ишмаэля, сына Авраама, сестру Невайота, взял он дополнительно себе еще одну жену, он не развелся с теми женами, и взял себе новую жену. Значит, что мы видим отсюда? Давайте подведем итог сегодняшнему уроку. Значит, мы видим отсюда, что деньги, слава и власть, они становятся благословением только если они используются для служения Всевышнему. И это очень важно. Как только они не используются для служения Всевышнему, то они становятся для человека злом. Очень интересно, царь Соломон говорил, что богатство в мирное время человеку может принести еще пользу, но когда во время войны, наоборот, богатство, оно человека может даже его уничтожить, потому что одно и то же богатство, потому что грабят, убивают, как мы знаем, после революции всех людей раскулачивали, то есть те, кто были богаты, более-менее они всех убивали. История есть Чай Высоцкий, семья Высоцкий, они, значит, он был, основатель этой семьи был огромный мудрец Торы, он учился в Яшиве Воложен, потом он был учеником рабистроя Салантера, и потом ему принадлежало 30% чайного рынка России. Это миллиардер по сегодняшним временам. Но сыновья его, Высоцкого, они поддерживали революцию либеральную вначале, не коммунистическую, а вот эту, которая до нее была. И они уже соблюдали меньше заповедей и так далее. В общем, когда пришла эта революция, потом вторая революция, и естественно, что у них все забрали, кого-то убили, кого-то из семьи арестовали, кто-то убежал. Убежали они в Европу. В Европе эта семья опять начала чайный бизнес, и к 30-40-м годам они очень сильно его развили, стали опять очень богатыми, но уже практически не соблюдали. Только маленькая часть семьи, которые были такие вот верующие, верующие, уехали в Израиль. И потом пришли нацисты, и убили всех, все забрали, и европейская часть семьи Высоцкий, она погибла, а те, которые уехали в Израиль, сейчас в Израиле 70% чайного рынка, оно принадлежит опять же чай Высоцкий, семья Высоцкий. То есть мы видим, что благословение на деньги и на власть и на признание, на почет, оно работает только в соединении с явным намерением, которое выражено в действиях, использовать это на служение Всевышнему. Только тогда это становится брахой, благословением для родителей, для детей, для потомства и так далее. Это мы все видим, поэтому все, кто относится к народу Израиля, они четко должны знать, что только при соблюдении заповедей можно жить, а те, кто не относится к народу Израиля, они понимают, что благословляющий будет благословлен, если ты помогаешь верующим людям, верующим евреям, то тогда все вообще работает идеально, если же ты не помогаешь, проклинающий будет проклят, и мы видим, что те, кто уничтожали евреев, например, та же нацистская Германия, они всего продержались 12 лет, хотя они успели сделать очень много зла, но в итоге это все равно сейчас даже за воспоминания о них в Германии, в той же Германии садят тюрьму. Все, значит, мир всем добрым, хорошим людям, которые хотят, чтобы был мир, добро, свет другим людям. Значит, мы видим, что все равно войны были, есть и будут, и мы видим, видите, даже в этом благословении Исаву написано, что мечом своим он будет жить, и от этого, к сожалению, никак, мы не можем никак избежать вот этого, да, к сожалению, к сожалению, к сожалению, но мы видим, что Исав тоже есть разный, есть Исав, который любит Якова, и который любит Всевышнего, и который соблюдает заповеди, есть законы, знаете, есть, Самое главное из заповедей, единственное повелевающее заповедей для сыновей Ноаха, это заповедь делать справедливый суд. И если в мире стоит справедливый суд по-честному, когда есть международное сообщество, международные суды и так далее, то я думаю, что все равно в итоге добро, правда, справедливость, честность, она должна победить, она в итоге по-любому победит, и война закончится, и все злодеи будут наказаны. Как были всегда, они наказаны во всех, на протяжении всей истории. Все злодеи, захватчики, грабители, они все в итоге проигрывали. Все, удачи, успехов, всем шаббат, шалом, хорошего дня. Чтобы было рефлаш лома всем выздоравливающим. Все, кто нуждается в выздоровлении, чтобы было рефлаш лома, полное выздоровление. Рита Бадбася и все, кто нуждается в выздоровлении, и все, кто нуждается в хорошем, в семье, в благополучии, чтобы Бог помог. Я знаю, что здесь собираются только те люди, которые любят Всевышнего, которые соблюдают заповеди, или хотят сильно их соблюдать. И чтобы Всевышний вам дал благословение во всем материальном, в духовном, и во всем, что вам нужно. Все, шаббат, шалом.